МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 23.00 часов неизвестные ГА и Бесикеев направились в магазин, где между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 15 ноября 2018 года, у неизвестного ГА обнаружены телесные повреждения. Но после драки повздорившие мужчины вернулись в квартиру. После полуночи ближе к часу Георгий вышел из нее, чтобы пойти домой. Его на площадке нагнал нетрезвый Бесикеев, как сказано в деле, ударил по лицу и зашел обратно. В подъезд в это время вышел Александр. Увидел лежащего на лестничной площадке брата неизвестного ГА и стал оказывать ему помощь. Однако Бесикеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, вышел в подъезд и, приложив нож к горлу неизвестного ГА, стал угрожать последнему. Александр, опасаясь за жизнь брата, схватился за лезвие ножа голой рукой, получил при этом резаную рану и ссадины, и отнял орудие у Бесикеева. Но тут же сам пустил его в дело. Вооружившись с вышеуказанным ножом и, используя его в качестве орудия совершения преступления, нанес им три проникающих колта, резанные раны в область задней и задней боковой поверхности грудной клетки, от которых потерпевший Бесикеев упал на спину с целью дальнейшего доведения своего преступного умысла до конца, вновь нанес два удара ножом в переднюю часть его тела. Бесикеев от полученных телесных повреждений скончался на месте. Братья неизвестные перенесли тело погибшего за гаражи, которые находились напротив дома, где было совершено преступление. Александр еще и отошел на соседнюю улицу и выкинул нож. Потом братья направились домой к Александру, постирали одежду, в которой были на протяжении всего вечера, и увезли ее в частный дом к отцу, где их спрятали. Придявленное ему обвинение неизвестный не признал. Вы узнаете, что действие в пределах необходимой обороны защищал жизнь брата на подруге? Понятно. Но факт причинения смерти потерпевшему в дневнике, то есть признаете? Факт причинения смерти признаете, но действие в пределах необходимой обороны? Так? Да. Брат Александра, за жизнь которого он заступался и которого по делу признали свидетелем совершения преступления, на первое заседание суда не явился. Его допрос, как и еще двух непришедших очевидцев, отложен. Убийство совершено в Карабаловском районе Кустанайской области. Погило, 62-летняя жительница поселка Бурли. О преступлении рассказал в ходе брифинга в департаменте полиции региона заместитель начальника управления местной полицейской службы Андрей Григоревский. Совершено на сфере семейно-бутовых отношений. Предварительно сын совершил убийство своей матери. Сейчас он находится под следствием. В назначении соответствующей претизы проводится расследование. По предварительной версии, в момент совершения преступления и мать и сын были нетрезвы. По показаниям задержанного мужчины, обиды на мать были у него еще в детстве. И сейчас, в его взрослом возрасте, она не давала ему устраивать его личную жизнь. Данное преступление было зарегистрировано в ходе проведения на территории области операции правопорядок. Полицейские говорят, что это единственное особо тяжкое преступление, совершенное за последние дни. Всего в ходе правопорядка сотрудниками полиции выявлено более 200 уголовных правонарушений. Допущено у нас 4 преступления на улицах, из которых 3 раскрыто. Одно преступление осталось нераскрытым у нас. Задержали, раскрыто 43 ранее совершенных преступления. 12 преступников задержаны, находясь в розыске. Из них 9, которые были объявлены в розыск в прошлые годы. Задержаны 19 человек, имеющих при себе запрещенные предметы. У троих граждан изъяты наркотические вещества, у семи – гладкоствольное оружие. У пятерых – боеприпасы, у остальных – оружие холодное. Как правило, в автотранспортных средствах задерживаются, изымаются у нас биты. Холодное оружие – это, как правило, у населения, которое по улицам ходит, как правило, это молодежь. Это в основном у нас 5 фактов ножей было изъято. Гладкоствольное оружие – у нас в основном факты все идут изъятия из жилых домов, которые незаконно хранятся. За 6 дней полицейскими выявлено более 4 тысяч административных правонарушений. Задержаны 15 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В 180 случаях иностранцами допущено нарушение правил пребывания в Республике Казахстан. Совместно с сотрудниками противопожарной службы полицейские обошли по области более 10 тысяч домов. 38 жилых помещений, пригодных для проживания, аварийных. По всем жилым помещениям информация соответствующей органам направлена. Выявлено 800 фактов нарушения противопожарной безопасности. Это, как правило, все по частному сектору. По всем этим фактам даны разъяснения. Полицейские сообщили о том, как они отреагировали на обращения, размещенные в социальных сетях от имени жительницы Кустаная. Речь в нем шла о действующих в Кустаная мошенниках на персточниках. Хотя и автор поста, и полицейские называют азартную игру зловомышленников по-другому. Обратилась такая Бекенова Айнур, на имя начальника департамента полиции, по факту, где просит привлечь неустановленных лиц, играющих в игру «Шарик Малеке» в районе Центрального рынка. Обращение полицейскими зарегистрировано, они провели проверку. Нам была установлена гражданка Вокова, которая привлечена к административной ответственности. По статье 444, часть 1, это участие или вовлечение допуска к азартным играм. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 200 МРП. Сейчас полицейские по данному факту готовят материалы для передачи в суд, но только в административной. Здесь формально усматривается состав правонарушения по статье 190, то есть мошенничество. Но, однако, без заявления потерпевшей или жалобы потерпевшей, также нами были предприняты попытки установления гражданки Бекену Айнур, которая обращалась по проверке информационным базам МВД. Такой гражданки на территории города Костаная нет. Принять меры к мошенникам-наперточникам просили жители Костаная и начальника департамента полиции региона. Бекет Аймагамбетов провел уже второй сеанс общения с гражданами, и в этот раз ему вновь было задано много вопросов с просьбами о его личном вмешательстве. Подробнее о том, чего просили выступающие у главного полицейского в нашем следующем материале. В начале встречи начальник департамента полиции напомнил, что предыдущее подобное мероприятие состоялось не так давно, в ноябре 2018 года. И Бекет Аймагамбетов тогда обещал, что каждое обращение будет рассмотрено им лично, и он примет соответствующее решение. Данные обращения и другие, мы взяты на контроль, даны получения ответственным руководителям департамента. Я как руководитель департамента полиции заинтересован не просто в установлении обратной связи с селением, для меня главная ее эффективность. Как вы знаете, сейчас деятельность полиции странно ориентирована на положительную оценку населения. Это основной критерий нашей работы. Главный полицейский сообщил, что мерами, принятыми сотрудниками его ведомства в 2018 году, удалось добиться снижения регистрации преступлений всех категорий тяжести. Зарегистрировано на 7,6 меньше уголовных правонарушений, чем в 2017 году. Вместе тем, на 3% выросло чисто число поставлено на учет разбойного нападения. С 33 на 34 на один факт увеличился. И вот 4,5% мошенничества. Как показан анализ, каждый третий мошенничество совершено посредством сети интернет, в виду растущего тренда используют население электронных кочетков. Напомним генералам Магомбетов и о поправках, внесенных в уголовный кодекс, например, об ужесточении наказания для серийных воров. Теперь, так сказать, профессиональные воры не смогут примиряться с потерпевшими и, пообещав возмещение ущерба, вновь идти на преступление. В связи с этим начальник полиции вспомнил и громкое дело об убийстве Дарьи Махартовой. По мнению Бикета Магомбетова, если бы поправки были приняты ранее, совершившие жестокое преступление люди, имевшие на тот момент условные сроки за кражей, не гуляли бы на свободе, а находились в местах ее лишения. И трагедии просто бы не произошло. На встрече наградили девушку, которая помогла это преступление раскрыть. Алья Тажмакина опознала одного из преступников, которого видела в день трагедии, проезжая по трассе Кустана из-за Тобольска. Большую же часть встречи заняла общение с желающими задать вопросы генералу. И были они не всегда лицеприятными. Получается, сотрудники грешуют этим, получается, бандитам. Я, получается, все раскрываю и на блюдечко принес. И мне обидно было. Потом я без конца жалуюсь, в прокуратуру генеральную пишу. Вот сейчас, в данный момент, хочу сказать, что простым гражданам обращаться некуда. Потому что везде отписываются. Я понял, что я не могу рассказывать. Деньги предлагали конкретно, чтобы я успокоился. Но не дали. Я говорю, аж тоже человеку... Я понял. Ну, не терпите. Хорошо. Подожди, в УЗБ знаете, дело, да? УЗБ есть по сети. То есть это те же самые салоны, которые были закрыты. Прокуратура приходит сюда, да? Ну, я здесь не могу оскорить. Это прокурор на то и прокурор на то. Две камни, пожалуйста, это обращение от граждан. Ну, смотрите, на Терцове, где эти шарики, пари катают, дадим. И где дом одежды в последнее время. Не то там, кто там, а аж. Если вот такой активный гражданской позиции, вы должны знать, что возбуждены дела. Мы возбуждаем по заявлению потерпевших. Я не потерпевший, кого это волк обмануло, к нам не обращался. Я писал. Вы, вы, лично вы не потерпевший. Лично вас она не обманывала. Нам нужно... Вы помогите нам найти человека, которого она обманула. По всем вопросам, которые прозвучали в его адрес, Бекет Аймагомбетов обещал дать ответы. Следующая подобная встреча с населением должна состояться во втором квартале этого года. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире в следующий понедельник. А эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале АЛАУ Ютуб. И подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова